Меня зовут Екатерина Щеглова, я директор по развитию издательства «Экономика». И, собственно, в издательском бизнесе уже 15 лет. Все эти годы в основном я работала как журналист и редактор. Но самообразование у меня менеджмент и маркетинг АПИ. То есть как-то с маркетинга всегда было, ну вот очень нравилось. Еще со школы, с каких-то там подготовительных курсов, всегда хотелось. Ну, в ВУЗ я закончила, отличный там, отличный бэкграунд, все хорошо. Как бы дальше это была журналистика, но как бы у меня работа очень такая динамичная. И, в принципе, работа журналиста — это вообще огромный поток какой-то информации. Плюс последние годы — это огромный поток зарубежной информации. То есть это постоянные какие-то исследования там больших крупных международных фирм, это постоянно английский язык, все больше международных партнеров, постоянно поездки за рубежную. Собственно, вот побывала в 15 странах и никогда не думала, что окажусь вообще в Британии, и не сильно как бы хотелось. Ну, так получилось, что в прошлом году, в ноябре, пригласили как шеф-редактора газеты. Я туда поехала, была абсолютно поражена самой атмосферой страны. То есть, собственно, вообще весь путь какого-то к образованию в Британии, он сложился изначально с восприятия страны. Просто очень понравилось, как бы вот мое, и дальше захотелось быть больше и больше, как бы все больше узнавать. В первой буквально же поездке как-то получилось, что был такой партнер, который познакомился с школой, представлял интересы ЛСБ, фланганского бизнеса и финанса. Ну, как бы просто хочешь на экскурсию, вот окей, на экскурсию. То есть, интересовал в основном язык на тот момент. Вот просто возможность там поучиться, приехать там месяц, не месяц, сколько вот можно. Ну, и, собственно говоря, вот так сходила на экскурсию в саму школу, посмотрела на это все, окунулась в чудесный район Холборн, центра Лондона, вот эти все школы, London School of Economics и так далее. То есть, в начале какой-то такой культурный шок. Вот, потом, когда уже начала ходить на сами курсы, очень впечатляет то, что говорили ребята, это большое количество международных студентов, чего здесь, в принципе, нет нигде. Ну, уровень изучения языка здесь и там, в принципе, вообще несравним. Здесь нет альтернатив, ни по цене, ни по качеству. Обходило очень много всего. И, как бы, есть чем сравнить. Плюс ты параллельно сидишь с людьми из Эквадора, Колумбии и кучи других каких-то стран. И это не просто там изучение языка, это обмен опытом. Впоследствии уже, когда полгода получилось там, и, собственно, очень понравилась атмосфера школы, как бы я начала думать, что может быть реально и получить образование. Поскольку у меня уже есть высшая здесь Растерва, есть MBA, а МИМовский, который меня недостаточно устроил, и, как бы, потому что это был русскоязычный курс, я решила, что, да, мне нужен MBA, как бы, профессиональный уже на английском языке. Поскольку я директор по развитию, у меня очень, как бы, все совпало. Плюс первое образование, как бы, сейчас именно программа стратегического маркетинга в ЛСБФ. Ну и, собственно, онлайн. То есть оторваться от работы я не могу. Как бы, это стратегия, это постоянно проекты. Поэтому это, как бы, онлайн обучение. Уже сейчас там погрузившись в какие-то сессии, видеоматериалы и так далее, я понимаю, что мой бэкграунд уже достаточный. Я это все понимаю, очень много знаю. Но, опять-таки, это доступ к огромным базам, к новой литературе, к новым трендам, к каким-то инструментам, которые я применю здесь. Мы инновативны, нам это надо. И я понимаю, что мне это будет очень важно в работе. Вот, собственно. Спасибо. 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 Спасибо.